Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Тут интересно, вот на форуме, на нашем, появился материал. И материал появился довольно необычный. Говорится, не каждый день такие материалы. Начинается так. Православные активисты сорвали театральную постановку «Идеальный муж» М.Х.Т. имени Чехова, в этом театре. И вот что пишет лидер движения «Божья воля» Дмитрий Энтео. Слава Богу, благодарим всех за молитвы. Что мы сегодня увидели на сцене М.Х.Т.? Гомосексуализм, разврат, пропаганда наркотиков – это все отвратительно. Но самое главное – кощунство, которое там происходило, не передать словами. Герой православный священник отец Артемий, гомосексуалист, который страстно целуется с другим актером. В облачении священника с крестом. Открывает распятие вино. Глумится над причастием. А после сцена, после которой мы не выдержали, и остановили это инфернальное обеснование. Голая женщина изображает распятого Христа под религиозные песни. Вот дальше показывает эта женщина. Висит где-то вверху. Голая она. Вот эти вот обнимаются. А танцующий священник падает на колени и молится ей. Мы вышли на сцену около пяти минут проповедовали. Говоря о том, что это недопустимо – хулить нашего Господа. Зал сначала аплодировал. А потом я попросил тех, кто считает подобное кощунство недопустимым, и у кого еще есть совесть, встать и выйти из зала. Счастье людей встало и вышло. Потом на нас напала охрана, стала бить, но мы не сопротивлялись, говоря о том, что Господь умер за нас всех. На фоне всего этого так и висела кощунница, изображающая Христа. Мы добьемся того, что виновные понесут ответственность. Культурно образованные интеллигентные зрители крутили пальцем у виска и называли ребят психбольными. Но все же после их обращения со сцены, счастье аудитории покинуло спектакль. Большинство решило досмотреть. Вполне возможно, они посещают храм, чтобы поставить свечу и полюбоваться убранством, молятся Матери Христа и просят о счастье. Но они остались наедине с вещающей голой бабой на кресте и актером, открывающим бутылки вина распятием. Ведь билет недешево стоит. Говорят, что только 30 монет. Очень жаль. Но скандальный протест православных активистов МХТ имени Чехова сняли на видео. Вот здесь показывается, какое видео. Считать. Православные остановили кощунственную сцену в МХТ проповедью. Вот дальше показывается, кто останавливал. Это активисты. Там тоже женщина. Это все сравнивают, как в храме Христа Спасителя. А теперь другие, а теперь уже в безбожьем. Это тоже в храмах считается. Вот показывает, как. Вот обращаясь к народам. Сейчас так успели, засняли. Москва, 29 ноября 2013 года. Рео новости. Вера Копылова. Прервавший спектакль «Дианый муж» имени Чехова, вечером в четверг, как называемый православный активист Дмитрий Энтео объяснил свою акцию тем, что этого спектакля быть не должно. Он счел постановку нарушением закона об оскорблении чувств верующих. Ну так дальше все это показывает на видео. Что за впечатлено, как. Вот опять то же самое. Вот как он здесь говорит. А потом люди спрашивают мнение Игнатия Тихоновича по поводу случившегося вечером-вечером МХТ. Просят ваше видео на Ютубе. Просят, потому что православная церковь пока отмалчивается. И кто будет первый, кто растолкует эту ситуацию и скажет, как тут правильно поступить, так как пока на эту акцию в адрес православных только и сыпется обвинение в адрес православных, не в адрес этих танцовщиц в храме Христа Спасителя, пусть орает. Как в этом случае надо было поступить? Как дальше действовать сейчас уже в этой ситуации православной церкви? Как бы вы вели себя на этом спектакле на месте Дмитрия Энтео? Ввиду набирающей популярности этого события люди ждут ваше видео. Потом дважды повторили ко мне этот запрос. Ну, я не напрашиваясь на это сказать, что и просмотрел все, как называется, называется кощунством. Так и называется. Кощунство. Я решил все посмотреть. Выполняют это артисты. Я по артистам, ну как всегда, посмотрел по слову Божию, как это кадры из спектакля, вот они разговаривают. Я все просмотрел, порылся по гуглу, посмотрел, где только можно было. И здесь вторичный меня запрашивает. То же самое. Люди ждут ваше видео. Я на это ответил. Ответ мой несколько минут назад был. Вот так. Записать пока видео не имею возможности до вечера, потому что все ушли на библейские занятия, которые ведутся у нас дважды в неделю, не считая воскресных по полтора часа. Оператор, Бог даст, вернется и сможем записать. Не отказываемся от прояснения ситуации. Это я уже выставил на своем форуме. В ответ. Исход 32.8. Скоро уклонились они от пути, который я заповедовал им. Сделали себе литого тельца и поклонились ему, и принесли ему жертвы и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской. То есть сегодня все на науку, на искусство, на эти олимпиады миллиарды тратятся. Это все из одного мешка. Это исполнение протоколов масонских мудрецов. Верят люди, не верят. Но там есть такая отдельная проглава, которая так говорит. Иаков 5.19. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. То есть пришли с целью людей обратить, призвали покинуть и смотреть этот спектакль. У меня сразу вопрос. Вот я ни разу, мне 73 года, 74 видимо уже теперь, вот забыл даже с этими месяцами, да, ни разу не был в театре. Я вообще это не знаю. Еще там люди говорят, другое дело хороший фильм посмотреть, там большие сцены, как «Война и мир», там «Судьба человека», даже мирские фильмы. Мирские бывают хорошие, полезные как бы посмотреть, сравнить с чем-то. А это в театр пойти, тем более знали, что там есть. Теперь, который за это борется за чистоту, значит, он пошел-то с какой целью-то? И там девушка выступает, Людмила. У них цель-то какая была? Они тоже сидели и смотрели. А туда пускают только по билетам, значит, что они, без билетов прошли? Могу предположить, что заплатили деньги, которые могли быть употреблены в другом месте. Значит, они обращаются к людям, которых они считают верующих, предполагают, что они покупают свечки. Да какие же это верующие? Вот из тех, кто выступает сегодня так, говорит, щетко ясно, это отец Дмитрий Смирнов. Он говорит, какая у нас вера в храме, говорит, и прямо доказывает, вера у нас православная, бесовская. Бесы веруют и трепещут. Постоял маленько, глаза зажмурил, говорит, так-то у нас вера бесовская. Это по всему интернету растащили. И когда он разговаривает в другой раз, говорит, мусульмане ближе ко Христу, чем православное крещеное. Я повторяю, мусульмане будут здесь жить, они займут эти места. Потому что они ближе ко Христу. Я вот даже опираюсь на что-то на это, и на слова патриарха Кирилла, который говорит, состояние церкви, наверное, огромное тире, а потом духовные развалины. Ну, развалины, знаешь, что такое развалины-то? Хиросима. Вот взрыв произошел, один развалин, вакуумная бомба или другая какая, развалины. И вот на эти развалины теперь эти люди приходят и называется у них как там организация или что, Божья воля. Ой-ой-ой, сколько претенциозности здесь. Божья воля. А как вы узнали Божью волю, что Бог именно так сказал? Я сейчас покажу на основании Слова Божьего, что здесь есть над чем задуматься. Так называть свою земную организацию, не знаю. Это слишком большие претензии на истину. Божья воля, а бывает и не Божья, а человеческая. Думаешь о том, что человеческое. Уплывают люди. А человеческое что такое? Это то же, что от сатаны. Петр заступается за Христа, как бы и говорит, Господь, да не бойится бы этого. Иисус сразу же ему ответил, Верховному Апостолу, отойдет от меня, Сатана. Ты думаешь о том, что человеческое. Не сказал, думаешь о том, что сатанинское. Просто человеческое. Любим родителей, оставьте мертвецам хоронить мертвецов-то. И вот они пошли туда спасать теперь все нападки на православных. И спрашивают, что делать в этой ситуации. Я говорю, знаете, 25 этажей, человек вывелся из окна и пролетает мимо 15 этажа и говорит, а что теперь делать? Не надо было вваливаться и вываливаться оттуда. Не надо было туда ходить. А это время употребить на молитву. Я всем предлагаю взять за эпиграф, но это просто необходимо. Псалом 118, 164 стих. Семи кратно в день прославляю тебя, с большой буквы, тебя за суды правды твоей. И вот эти суды, это суды правды. Господь так сделал, что с нами случилось в России, что расстрелян царь. Это суды правды божьи. Царское семейство. Давай вот сюда. Это суды правды. Что была война, была революция, раскулаченная перестройка. Это суды божьи пришли. Я его должен прославлять. Если бы они остановились на молитву, были здесь. А у нас то бывает, мы все на молитву становимся 7 раз в день. Мы взяли это за правило. Потому что мусульмане намаз совершают пятикратно. А Господь говорит, если ваша праведность не превысит праведности книжников и фарисеев, никто не войдет в царствие Божие. Никто. И мы об этом заботиться должны. Если мы думаем, чтобы угодить Богу, значит, время тратить нельзя. Ходить куда попало нельзя. На артистов нужно смотреть так, как смотрит православная церковь с первого века. Я сейчас прочитаю по житиям святых. 12 житий святых, где говорится об артистах. 12, не одно. Но нигде такого нет, чтобы врывались и срывали их спектакли. Такого нигде нет. Дальше. Таким методом делать в Новом Завете, в Ветхом Завете, да. Необходимо было, может, даже взорвать их там всех, как сейчас делают где-то. Может быть, надо было как-то газом заполнить, там, зарином, как делали там с Энрико. Но Господь прямо сказал, не знаете, какого вы духа. Вы с любовью должны были встретить их. А где? Не здесь. Это место не для этого. Люди не для этого покупали билет. И почему приходить туда и навязывать им? Это ничем не отличается от того, что те-то пришли не во время моления, танцовщицы-то танцевали-то, ноги поднимали там. А это во время самого действия. А представьте, что во время богослужения, и там бы ворвались вот эти самые непотребные люди, и стали бы прыгать, скакать. Вот тогда бы что делали? А это в равной степени такое же. Значит, сравнивая одно с другим, я скажу, что те более щадящий режим избрали, когда не было богослужения. А это самое, во время этого спектакля. Ну и что нужно делать? Поговорить с автором, что они имели. Теперь висит какая-то женщина, говорит, баба голая. Она висит. А почему решили, что она изображает Христа? Я просто не знаю. Нигде я не нашел, посмотрел по гуглу. Нигде это не видно. Что руки раскинуты, время так... Шесть тысяч рабов, сотрудников, сподвижников Спартака распяли от Капу и до Рима. В Карфагене так было. Такое же самое было в Греции. Распятие, ну, Т-образный был, повыше маленько, на букву Х похожий, но распинали, и даже на столбе. Почему решили, что эта женщина изображает Христа, а не гладиаторов, которые при Спартаке, там 74-71 год до новой эры, распяты были. Тоже неизвестно. Теперь мужчина, изображающий священника, гомосексуалиста. И что? Значит, есть чего взять и изображать. Почему они изображали баптисты? Почему баптисты, адвентисты сюда не ворвались, и никакие другие сектанты? Вы вопросы научитесь задавать. И не лукавя отвечать. Активисту. Активисту, если он активист, назвался активист, ему все время надо подогревать. Обязательно нужно где-то вот эту обстановку иметь, чтобы показать, что он вперед всех вышел и далее. А апостол Павел говорит, чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежную. Тихую и безмятежную. Молиться надо. И молиться, тем более сейчас пост идет. Куда-то в театр пошли, поволоклись. Вот интересное правило есть церковное. Если кандидатура в священники, я говорю про каноны, он должен быть не менее как 30-летний. Все остальные священники до 30 лет, это незаконные, они должны быть запрещены. Шестой Вселенский Собор, 14-15 правило. Если другие правила объяснения не имеют, просто дай и делай. А здесь правило, потому что Христос вышел на проповедь не раньше 30 лет. Вы выше Христа как бы лезете. И вот он должен после крещения быть чистым. Как называется, сохранить себя. Если он с кем-то смесился, это означает вступил в блудную связь, как говорят, любовь плотская была, не воздержался. Кандидатура зарублена навсегда. Если он был крещеный в стадии крещения, маленького крестили, а он отступил и впал в блуд. Это в стадии крещения. Но никогда не может приблизиться к этой святыне. И там у этого священника, может, никакой благодати нет. Это правило церковное. Меня не надо спрашивать, патриарху задайте вопрос, почему его нарушают. И теперь, на ком он должен жениться? Она должна быть девушка. Если не девушка, он не имеет права быть священником. А если она девушка и артистка, и тогда нельзя ставить. То есть артистка, она девушка, девственница физически. А морально она не девственница. Значит, церковь знала эти правила, законы. И поэтому к ним надо, к этим людям относиться именно так, как наши правила верят, а не их. Наши правила к нам обращены. И мы не можем свое навязывать им. А почему вы не ворвались в Думу? Там депутаты по 250 тысяч получают в месяц и спят. Принимают законы, нехорошие. Лоббируют их. А потом мучаются люди, монетизация, демонизация, там все принимают. Почему туда не врываются? Почему не врываются, когда разворовывают имущество, там Сердюков и другое, где-то там в суды. Знаешь, а там их схватят. А здесь все это заранее высчитали, ничего не будет. Как я отношусь? Да я сидел дома. И то, что эти люди старались, это чья-то вина, что их так наставили. Божья воля. А почему Божья воля, а не воля человеческая? Зачем Богу приписывать то, что Бог говорит, мне на ум не приходило, что вы делаете? Это в Библии написано, говорит, мне на ум не приходило, Бог говорит, чтобы мы задумались над этим. Дальше. Уклонятся от истины, и кто обратите? У кого там обращать-то? Некоторые вышли. Да сколько некоторые? Пока за там человек пять вышло. А зал переполнено. Премудрость Соломона, 12.24. Ибо они очень далеко уклонились на путях заблуждения, обманываясь, подобно неразумным детям. Вот кто эти люди, которые ставят эти спектакли, и которые смотрят. Не ходи на совет нечастивых, и не сиди на пути грешных, и не сиди в собрании развратителей. Это развратители, вы признали? Признали. А зачем же пошли туда? Зачем? Когда Богослов был с Прохором, в одном месте написано, они были. Он просыпается. А поликарм Смирский это точно так же было. Своим учеником. Он просыпается, узнает, что там люди живут, еретики. Бежим отсюда, чтобы потолок не обрушился. Да потолок крепкий. Да потолок-то крепкий, да и воли Божьей не знаю. Ну и в самом деле. Выскочили, а в это время рухнуло. Почему не подумали, что там будет захват заложников, как в Нордоссе? И почему вы тогда будете причислены к верующим, когда вы захвачены были? В чем захвачу, в том и сужу, Господь говорит. Это место, как проклятое, надо обходить. Почему в это время не в храме были? Я эти почему задаю людям, зная ответ. Вот такова ваша вера. Она не евангельская. Евангельская вера не может делать то, что потом будет квалифицировано, как хулиганство. А сейчас, а что делать? Православная церковь молчит. А кто такая православная церковь? Я тоже православный. Я тоже отношусь к церкви. А меня никто и не спрашивал тогда. Они кому-то доложились. Они сказали. У кого они просили благословения у патриарха Кирилла? У Дмитрия Смирнова? У кого? Они долго молились, спастились и получили такой ответ Божьей воли. Узнали, что нужно пойти и теперь там уж не громить. Они ничего не делают. Только зашли их. Вывели оттуда там. Я не говорю, выкинули. Стирахам 22.10. Сборище беззаконных. Куча пакли. И конец их пламени огненной. Вот их соотношение. Гомосексуалисты. А мало таких священников за это было. Уже гомосексуалистов венчали здесь, в патриархии. Сколько об этом писали? На западе гомосексуалистов ставят священники-епископы. Содом и Гоморру устроили. Я был в Америке. И там, говорит, он вашингтонский епископ. А его называют не вашингтонский, говорит, а Содомский и Гоморрский. Сирахов 17.7. В сборище грешников возгорится огонь. Как и в народе непокорном возгорался гнев. Ну, ты прочитал это. Ты понимаешь, что это сборище грешников. И там возгорится огонь. Как ты туда пошел, не побоялся? Я вопрос это задаю не тем, которые сидят, а которые воля Божья называется. А тем людям зачем мешать-то? У них такой жребий. У Бога это все вымерено было. И они, и Амврии, они всегда противились, дополняя свою меру. Я посмотрел слово «да». В Библии встречается сколько же раз. И «да» всегда означает «да здравствует». Это означает «пусть здравствует». Библия заканчивает так. Праведный дотворит правду, дотворит правду. А не счастливый дотворит несчастье. Беззаконник творит беззаконник. Ему попущено это. Игнатий Брянчанинов говорит, что ты даже не пытайся немощной рукой остановить. Этот поток тебя сметет. И видно, как их вынесли оттуда. Все, смело тебя. Я 50 лет занимаюсь миссионерской работой. Среди коммунистов. На вокзалах, на аэродромах, в аэропортах. Мне трудно найти место, где я не проповедовал. Там в КГБ, прокуратурах, на заводах, фабриках. В Эрмитаже. В Третьяковке. В соборе Василия Блаженного. В Кремле места нету, где бы я не проповедовал. Но ни разу, нигде, ни в какое сборище не входил. В Третьяковке я начинаю объяснять там иконы, зал. Что такое иконы. Люди собираются, забили комнату. И нельзя шевелиться. Милицию вызвали. Милиция не может пробиться. Я объясняю. Меня спрашивают, объясняю. Понимаете? Это все, это игра. Как вот подходят к трамваю. А хочешь, давай на спор. По бутылке. Я сейчас зайду в вагон, в трамвай. И буду всем говорить о Христе. На спор. Вот ведь как получается. Это не воля Божья. Когда мы свою волю впереди ставим. Если человек тихо живет, ему не надо какие-то эксцессы придумывать. Ему не надо придумывать вот этот ажиотаж. Вот сейчас, видишь, говорят, раскручивают. Любая антиреклама, это реклама. Его будут знать. Тем более такая фамилия. Не поймешь итальянская никакая. Я его не сужу. Он подвергся атаке. Я сидел дома. Мне рассуждать-то не конкретно о нем, а вообще об этом действии. Об этом действии. Деяние 1940. Ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне. Быть обвиненными в возмущении. Так как нет никакой причины, которой мы могли бы оправдать такое сборище. Это уже к верующим. Там слова относились к неверующим. Это к верующим. Никакой причины нет оправдать. Перед законом они не оправданы, эти люди будут. И те, которые нападают на них, невзоровые другие, они в данном случае, это не теократическое государство, они правы. Закон такой не принят. Протопопа Вакуум, когда видел, что с бубнами медведи там идут, гусли, он хватал, бил медведя, прогонял. Его не одобряли, его били за это. Государственного закона такого не было. Он просто ревнитель был. Откровение 3.9. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят на себе, что они иудеи, но не суть такова лгут. Вот я сделаю, что они придут и поклонятся перед ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя. Это сборище злонамеренных, и были артисты, они вполне могут стать верующими. Вы даже виду бы не подали. Как говорится, на варе шапка горит. Есть такая пословица. Зачем же это надо было делать-то? Я прочитал так, ах, ну это же провокация. Ворваться в зал, где идет представление, у них все официально, театр зарегистрирован, артисты получают деньги, но он не знает, что, ему нужна жареная, как говорится, тема. Уже сделали, а что теперь делать? Каяться и молиться. Больше я ничего не могу посоветовать. И сами себе придумайте наказание, если вас власть не накажет. Какая-то должна быть здесь эпитемья наложена. Или из дома не выходить. Поставьте здесь за правило не меньше 17 раз, хотя бы по 7 минут за один раз. Молиться. За один раз, вот у нас принято, это 3 святое и 100 поклонов. Сейчас подземные поклоны. Поставьте за правило. 10 раз. Это уже 1000 поклонов. А так как такое сделали нарушение, а его рассматривают уже не просто как нарушение, а антиобщественный акт сделанный, сделайте 17 раз. Это 1700 поклонов. И всякое остальное, это желание, уйдет. Вот это Божья воля, что я говорю. Я говорю Божья воля. Это абсолютно точно. Постом и молитве сокрушайте сатану. Ни в чем я не увидел, что женщина эта показывает Христа. Даже на сантиметр нигде это не видно. Мадонна там толкует. Да это ее дело. У нее больше ничего нет, кроме этого грешного соблазнительного тела. Оно никому не нужно. Оно гноится, отсочится червями. Зачем было туда идти? У меня вообще нет. Я другой в складе человек, и никогда бы этого не сделал. Ну, пошел бы в храм, пойди в монастырь в это время, помолись, закажи там, как у вас положено. Вот я не знаю, там в Москве все-таки. У нас-то по-другому тут. Теперь я буду говорить по житьям святых. Ну, это опять же, это не авторитет. Гаджет и о святых могут быть авторитетом только для православных. Поэтому я как бы отвечаю для православных, потому что и организаторы этого поступка я так и просится назвать бесчиние. Бесчиние. Бесчинство. То, что называют даты, это по старому стилю. Вы откройте календарь на каждый год и посмотрите. 3 января. Гордий. Вышел на середину в церкви и засвидетельствовал об обращении своем артисту. Вот надо было это говорить заранее. Вот с человеком побеседовали, а он коммунист. Коммунист. А на завтра у него защита диплома. И он при защите диплома стал говорить о Христе. Ему отказали выдать диплом. А потом выдали. Вот. Он коммунист. А потом он станет кем? Станет мучеником. Иеромонах Яковлев, отец Григорий, бывший Геннадий Яковлев. 22 января. Анастасий Персянин обличил скоморохов. Возьмите меня в образец. Он показал. Меня возьмите в образец. Прекрасно. Потому что истинное верующее это свет на вершине горы. Город. Сияющий огнями. Если бы они туда не пошли, а где-то молились, все остальное отпадает. Ничего этого бы не было. И они ничего там не сделали, никого не привлекли. Ничего. Кроме того, что ну просто хулиганский поступок люди расценивают. Я так не говорю. Ну. Я с их стороны это рассматривать хочу. А с нашей стороны как? С моей стороны так. Я закрываю лицо и ухожу и плащу уже сегодня. Что же они делают-то? Да неужели ни одного мудрого человека не было сказать нельзя это делать? Это нельзя, нельзя никак делать. Мы просто заново разжигаем огонь и теперь в каждом храме они будут врываться еще то ли еще будет, то ли еще будет. Еще не раз вспомнят. Это зажгли огонь. Притом сами зажгли. Ревнители. А может быть специально провокаторы это делают. А эти люди просто глупые. на поводу пошли. А кто если благословлял их? А такие могут быть священники. Они сейчас скрылись, трясутся, чтобы их не узнали. Государство наше не теократическое. И диктовать условия, как одеваться сейчас. Там Чаплин об этом толкует Всеволод где-то. Да посмотрите, как матушки ваши одеты. Как они командуют вами, батюшками. С этим занимайтесь. Людям всем, как давать этот закон, когда этого нету, как называют, в культуре народа никогда не было. Они раздетые ходят. Да так и раздетые. Государственный закон примут, будут делать. Но церковь ничего не может сделать. Она высказывает сожаления. Сожаления, а везде все без платков ходят. Свои-то посмотрите. Девочка идет в школу без платка. Наденьте на нее платок. Я говорю к священникам, попам. Сделайте, чтобы ваша матушка нигде в брюках не была. Дети ваши не были в брюках мужских. Вы не поправитесь, чтобы в храме без платка не были, в брюках не были. Вы не поправитесь. Вы ничего не можете сделать. А так только голос возвышаете, а он ничего не приносит. Начните работать в своем доме. Не лезьте никуда в военные структуры. Кому что читать. Лезут в библиотеках, в школы. Я смотрю, как какая-то, понимаете, помрачение, называлось раньше, паморок ума. Что они делают там? И все это учебники пишут для школ. Люди не верят. Никакая катехизация не поможет. Поможет только рождение свыше. А это не катехизация. Катехизация голову набивает, а сердце пустое. Они выходят и такие же и есть. Устраивают какие-то вещи аравьи и партии. Танцы устраивают. Это же не в одном месте. Вы посмотрите, чем занимаются. Русь еще жива. Там Матюшин, отец Роман поет. Александр Матюшин. Это обольщение, фильмы-то такие ставят. Или остров ставят. Вот, если это все уже приняли, сглотнули, как эту наживку, другого православия нет. Апостол Павел, посланник филиппийцам, говорит, подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. Я не говорю, что за каких-то сектантов-то. Но если у них вера-то евангельская, значит, то можно смотреть. 14 апреля. Ардалион. Мимический актер. На сцене показывали, как распинали христиан. Очень даже близко похоже. Он тут же обратился к Богу, уверовал и был казнен. Положен на сковороду. Ничего подобного нигде не было. Он обратился от этого. Он спектакль не срывал. Людям не кричал, выходите. Вы это прихожане. Выходят прихожанами во время поста набитые театры. Но я верю, что обращались и некоторые вышли. А зачем они тут были? На сегодня можно такие прекрасные фильмы смотреть дома. Только в YouTube зайди. У нас такие вот фильмы есть. Сейчас к нам даже обращаются. Я их натаскал сколько. Возьми фильмы Еремия, Авраам, Иосиф. есть фильм. Ну, фильм это на божественной основе. Да многосерийно еще ставят. 12 мая. Епифания. Для обмана один скоморок прикрыл другого, как бы умершего. И в действительности он умер и не воскрес. Вот чем у них заканчивается. Дальше. 13 мая. Гликерия. Показывали бег с факелами. А что это? Не олимпийские игры с факелами? Это язычество. И верующим будут смотреть телевизоры, вот которые слушают, которые меня спрашивают, что делать. Закройте эти ящики, не смотрите. У меня телевизора ни одного дня не было. А что с ними делать? С высокого этажа сбросили туда вниз. Сколько он? Так он дорого стоит. Сколько? 10 тысяч? На 10 тысяч рублей мерзости меньше будет. 21 июля Семен Еродивый бросил в руку с комароха камешек. Не смеши людей. И повредил руку. Рука отсохла. Ну пришли вот они так. Если у них есть такая сила. Добросили камушки ту женщину, в этом мужчину. Я-то говорю уж так, просто для шутки. Но ведь этой силы-то нету. Даже большим камнем-то не попадете еще. 31 августа. Киприан Карфагенский. Лецидею. Это артисты назывались так. Кормить себя от церкви. То есть запретили. Но он-то работать не умеет. Церковь его стала кормить. На иждивение. На кошт поставили-то. Только бы он больше не кривлялся на погибель себе и другим. Ну вот так. Он кривляется. Ну это сцена. Ну а как с ними поступать? А вот так. Убедили его. Ну а потом он научится и работать. Дальше. 15 сентября. Порфирий. Юный артист представлял на сцене крещение. Крещается раб Божий. И люди с трудом поверили, что это касается именно его, а не программы спектакля. Да из этого спектакля, что было, можно было так устроить и показать. И сказать, что это все как раз напротив. Люди показывают, как не надо делать. Антипод. Не надо того, чтобы поклонялись человеку. Поклоняться и надо Христу распятым. Это женщина висит, там баба какая называет. Какую она роль занимает в жизни-то? Она придет домой, она бедна и несчастна. Если она думала Христа представлять так, в таком виде. Ну ее такое понятие. Ее осуждать-то не за что. Нам один, не дано право судить раз. А во-вторых, она не понимает, что делает. Прости им, они не знают, что делают. Такая молитва-то есть. Я не могу, говорит, простить, но я могу сказать половину предложения. Они не знают, что они делают. А вот если бы они сделали, да пришли, помочились у камня Каабы там, у мусульман, ну и что? Это у стены плащ, а у камня Каабы там сделали то другое. Знаешь, что бы с ними сделали? Сделали. А вы не знаете, какого духа? Илья Пророк сделал. Пришли братьев 50 арестовывать. Сойди. Я, если Пророк Божий, огонь. Вот где огонь-то. 51 превратились в головешки. Еще посылали. Ты, Пророк Божий, сойди. Сойди, не я, огонь сойдет. Огонь. Все. Еще одна 50, 51 головешка вместе с капитаном. А третий пришел, не погуби. Вот что нужно делать. Ученики думали огонь не извести, а Господь и сказал, не знаете, какого духа. Хотя в Новом Завете мы нигде и не находим это вот такое, чтобы погубить людей. Но в житиях встречается. Вот много имен Татьяна. Вот ее допрашивает идольское капище. Ее приводят, чтобы поклонилась. Она только дунула и рухнула вместе со всеми жрецами. Вот это была сила. Здесь никакой силы нет. Я не говорю, чем эти люди движутся. Я не знаю их. Им труднее, чем мне. Я сидел дома, просто в этот день, как всегда, мы на молитве были, люди наши ушли на библейские занятия. 27 октября Нестор на помосте боролся с великаном Лием, убивавшим христиан. Убил этого Голиафа и был казнен. Этот Голиаф сильный брал и бросал там. Пики стояли все на это. А он его пришел, благословился у Димитрия, который уже в тюрьме сидел, чтобы пойти побороться с ним. Ну и победил его и бросил туда. А он был любимец императора. Олимпийские игры. 14 декабря Филимон. Артист обратился к Богу. Господи, «Сожги трубы!» И они сгорели. Какие-то трубы были, может, такие же, как сейчас духового оркестра. Но они не прерывали спектакли. Такого я не нашел ни в житиях, ни в канонах, нигде. В теократическом государстве, да, там другие законы, как в Греции. Но здесь нет закона. Это просто беззаконие можно назвать. Хотя ревность перед Богом все равно она похвальная. Иоанн Залтовус говорит, ты услышишь хулят Бога. Прямо. Ударом загради уста его. А почему? А вот скажи, когда хулят люди царя, и ты заградил их уста ударом, ты получишь похвалу? Ну, в советское время кто-то стал, вы против Сталина стал говорить. Ну, ясное дело. А эти люди на что надеются? Но они не верят, и поэтому наказание придет позже. 19 декабря в Анифате скоморох с обезьяной был, но обратился, и этот скоморох был казнен. Видите, как жития заканчивается. Обратился казнен, здесь никто не обратился ни казнен. То есть к житиям здесь применить ничего нельзя. 23 декабря Нифонт дали музыканту монету за его игру, ну, которые люди покупали, и даже эти вот воля Божия, как называют они, дали деньги-то в кассу-то. И монета тотчас оказалась в аду у дьявола. Вот теперь и решайте, кому вы послужили, кому. И вот они называют это кощунство. Лука 95, 9,55 сказать. Но он, обратившись к ним, Христос запретил им, сказал, не знаете, какого вы духа. Это в силе осталось. Запрет причинять какой-либо вред тем, кто не с нами. Эти люди, которые сидели, они, может, против церкви ничего не имели. Но очень интересно падает. Так разве нет таких батюшек, которые пьяные? Да мало того пьяные, людей давят. Приходят в храм службу, начинают пьяные. Я это лично знаю. В алтаре переблевано. И не где-то на антиминс даже. Страшно говорить. С божественной стороны, если бы сказали, посмотрите, как они нас любят, эти люди. Ведь, ну, критика, скажем так, назовем. А Ян Затауз говорит, когда тебя обличают, это обличение есть, что гомосексуалисты и кланяются этой женщиной. Да есть такие священники, которые ни с одной женщиной живет, от разных у них дети. Это пишут, фотографируют, не где-то в нашей алтайской епархии. Каждый пятый священник запрещен. Это мало? И вот если такое случилось, а он тебя обличает, поблагодари. Он тебя вовремя остановил, и ты, пробудившись от сна греховного, сделаешься другим. А если несправедливо? И тогда Затауз говорит, поцелуй его за намерение. Он-то думает тебя уязвить, а ты скажи, как я благодарю Бога, что меня Бог от этого сохранил, брат дорогой. Как ты мне напомнил, а я чуть не склонился к этому. Ну, ну выходить надо научиться-то. Я теперь обращаюсь ко всем верующим в патриархии. Смертельно опасно больные трусостью и корыстью. Государство больное и трижды больная церковь. Корысть и трусость. Если бы эти знали воля Божья, что их церковники не будут поддерживать, пошли бы они туда. А вот только АТУ, и теперь они пойдут куда угодно будут это делать. А чем тогда отличаются от неверующих людей? Бояться этого надо. Надо жить по воле Божией, быть движимым Духом Святым. Притча 3.34. Я провзял все про кощунников. Кощунство, кощунство, кощунство это явление. Библия ни разу нигде не называет слово кощунство. Нет такого слова. Это явление. Но по отдельности вот это все будет кощунство. Если над кощунниками он посмевается, то смиренным дает благодать. Вот и все, Бог над ними посмевается. То есть они несчастные, жалкие, нищие, слепые. И ты это узнал. И зачем же туда идти, когда там люди, над которыми Бог посмевается. Это знал Соломон. Притча 9.7 Получающий кощунник наживет себе бесславие. И обличающий нечестивого пятно себе сходится. Пошли их обличать, а сейчас такое пятно еще неизвестно чем кончится. Но мы же активисты. Активисту все время нужна такая обстановка. Как человек, который волевой, умеет драться, ему любую ситуацию надо перевести в драку. Но рано или поздно он получит. У меня очень близкий знакомый был, за неделю до смерти он приезжал у меня на кровати спал. Был в десантных войсках, все приемы знают. Ему постоянно надо было на подогреве, ребята его везде брали. Около магазина снимают налог, ренту берут, дай рубль, дай два, тогда еще раньше было, при тех деньгах-то. Ну и он не дал. Он начал то одного, то другого на поле. Один стоял в стороне с газеты, никто его не знал. У него нож вот такой вот был. И он спокойно проходил мимо, бросился во время драки, ударил его, он пьяный, то и сразу в сердце. И все, и Миша у Стинова нету. Погиб красавец мужчина. А отец ему сколько раз говорил Александр Миша, Миша, чем это кончится. И эти люди, которые это показывают, она где-то с какой-то высоты, эта женщина сорвется, может с нее сорвут одежду. Ты помолись, чтобы она живая-то осталась, чтобы она покаяние принесла. А может быть это и не женщина висит под видом, женщину наклеили что-нибудь на грудь-то. Неизвестно кто. Человек-то нормально, разве на это пойдет, когда люди могут это соединять, олицетворять со Христом. Хотя это надуманно все. Притча 9.8 Не обличай кощунника, чтобы он не вознавидел тебя, а обличай мудрого, и он возлюбит тебя. Вот обличай там, где ты считаешь мудрый, обличай священников, чтобы спасти их, коростолюбивых и трусливых. Обличай епископов коростолюбивых и трусливых. Обличай патриарха коростолюбивого и трусливого. Обличай сам себя коростолюбивого и трусливого. А к кощунникам не ходи. Написано не обличай кощунника, это в приказном порядке. Не обличай. Тебе зачем это надо? Притча 19.29. Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых. Готовы. Пожалей о нем, поскорби. Это неминуемо придет на него. Это Бог сказал через Соломона. Притча 21.11. Когда наказывается кощунник, простой делается мудрым. И когда вразумляется мудрый, то он приобретает знания. Вот вразумитесь от того, что сейчас считаете, и наказывается кощунник. Он наказывается тем, что совесть у него погублена. С человека нет ума. Совесть это калека, считай. Это урод. В самом подлинном смысле. И поэтому поскорби о нем. Как такие выродки могли родиться, такое делать. А потом скажи, а зачем я туда пошел? Да не пошел, как говорят, поперся. Что нужно обязательно подогрев дать, чтобы меня не забыли, что я активист. Чтобы люди все-таки помнили, я Навальный. Ну, примерно такой же. Везде надо ходить, там флажками махать. Как Собянин сказал. Я не флажками должен махать, а работать, чтобы работала у меня вся система ЖКХ. Вот я понимаю ответ. Как Путин сказал, он молчен, говорит, а свое дело делает. А это крики только одни. Притча 21.24. Надменный злодей, кощунник, имя ему, действует в пылу гордости. Вот как. У них гордость обуянная от сатаны. И что ты можешь? Надменный злодей ему имя. И ты будешь говорить, он тебя слушать не будет. А ты поблагодаря Богу, что тебе открыто. Я это говорю не по грамоте, а я действительно этим живу. И ситуации у меня были очень критические, когда я был в тюрьме. В пяти тюрьмах был. Мне столько пришлось переживать, но никогда нигде на рожон не лезься. Нужно обстановку переломить молитвой. Бывает прям кидается драться. Что делать? Ничего нет, молиться надо. И Бог делает так, вдруг защита, откуда-то появилась милиция. Этот упал, просит прощения. Теперь я за него заступаюсь. У меня столько таких историй было. Просто пересчитать нельзя. Притча 22.10. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратится ссора и брань. Вот и говорит, там кощунство было. А я считаю, что кощунство для верующего быть в таком месте. А для них нет кощунства никакого, потому что он этого не знает греха. Нет ничего особенного в этом. Они блудят. Они принародно могут совокупляться. Те, которых посадили тогда в плесуне эти. У них нет греха. Они ничего не знают. А что знают, как бессловесное животное, тем расслевают себя. Посмотри, как бычки прыгают друг на друга. Бессловесное животное. Блуд и сребролюбие. Эти люди вообще ничего не знают. И вот выступает, я на днях смотрел, патриарх Кирилл. Дай Бог ему здоровья. Там сидят молодые люди, военные. И он им говорит. И ни разу имя Христа не произносится. Как будто Христа нигде нету. Как будто Христос не воскрес. Как будто Христос не идет судить этот мир. А вот так, такими словами, там даже, ну, действительно, рафинированный морской ум. И ни разу при людях не перекрестится. В храме крестится. Но намного хуже, чем Путин. Путин вот так крестится. Прям вот так вот. А патриарх Кирилл вот так вот. Куда-то туда на пуп. Сколько не смотрел везде. Почему у него рука больная? Я не сужу. Просто говорю, что подскажите, кто знает-то. Это свидетельство наше. Помысл, глупости, грех и кощунник мерзость для людей. А вопрос надо поставить. А не я ли кощунником являюсь? Когда крещение, полное погружение. Все каноны, говорят, апостольское правило 50-е. И мощи толбы. Это кощунники попы. Люди-то не крещеные. Научились у всех. Крапить водой. Исповеди настоящей нету. Всех подряд идут. По канонам не отлучают, ни за аборта, ничего. Так, для виду. Примаска. Вот где кощунники-то собрались. В алтарях. Попы православные, главное, кощунники. Епископы, которые их не наказывают. Слово Божие не знают. Людей не приучают, не образуют общины, которые бы занимались обществом изучением Слова Божия. Не знают. Не надо нам кощунство в этом безбожьем театре считать, что там кощунство. Кощунство внутри нас, когда Христу нет главного места. Он не занимает центральное место. Называемся христиане, а христианского ничего нету. Вот образовала партия, там, великодержавники, старебожники. Мы за православие, но против христианства. Дошли наконец до этого. А мы должны подвязать с единодушием за веру евангельскую. Евангельскую. А то все не такие там. Еретики, католики, эгрегоры, армяне. Еретики. Все еретики. А разберись-ка, а не мы ли еретики-то? Столько же у нас всего нагромождено. Это кощунствует просто. Свечи нечистые, мерзкие. Их в руки брать опасно. Проедает катаракта у людей. Они должны быть чисто восковые. Елей должен быть только натурального происхождения вазелиного масла. Я беру внешнее пока. Внешнее. Подготовки к окрещению практически никакой нет. Кресят подряд маленьких. Дмитрий Смирнов говорит, и кто они выросли? Кто? Женщина блудная будет из него такая. Вот это может быть крещеная даже. Моченая. Крещеных-то почти нет. А сейчас начни разбирать-то. Священников-то 90% не крещеная. Моченая. Они не крещеные. Может 95% больше не имеют духовного рождения свыше. И может 95% не вводимый духом Божиим. А вот это корпоративная ложь и обвинение. Если на кого-то АТУ сказали, все бросятся будут кусать. Это мне мой брат родной Протеерея рассказывает, как у них было. Они бились за то, чтобы полное погружение было. Архиерей их вызвал и сказал, ну зачем это вот раскол такой будет. Делайте как все. Делайте ладошкой. То есть запретил, чтобы полное погружение было. В Омске. В Феодосию убрали уже. Но это-то не сегодня все началось-то. Ну они что тогда должны были отойти. Сразу 6 служителей церковных перешли в русскую православную зарубежную церковь. Церковь покаяния не приносит. Сотрудничать с властями. И сколько об этом говорят. Все 100% архиереев в советское время были ставленники КГБ. Через них органы. Агентурные клички. Сознались-то кто? Кураев сознался. И Хризастом Виленский в Литве сейчас. Он говорит, а вы-то еще молчите. Вы все же с погонами. И расчетисты. Вот где хощунство-то. Копника это поглубже-то. А то нашли в кого-то. Такого как Невзорова. Его надо давным-давно было умаслить. Сказать. Вот я так считаю, что послали бы к нему. Ну кто Дворкин. Самый такой ненавистный против всех. Александр Леонидович. Ну Чаплина. Отца Всеволода. Ну еще бы взяли кого-то. Чтобы три свидетеля были. Пришли бы и сказали. Александр Глебович. Вот вы что-то говорили где-то. Давайте вы со своей аппаратурой. Мощной. Миллионной такой. Заснимем все, что вы имеете в православной церкви. Ведь никогда. Наоборот сказали. Где Невзоров. Там чтобы не участвовали. Ну и все. И побежали. Люди. Смотрите эти бесы в черных рясах. Боятся Невзорова. Они вперед на полшага не просчитывают. Я у них ни одного мудрого решения практически не нахожу. Все по-мирски. Притом самым глупым образом. И сказали бы Александр Глебович. Повторите все, что за все годы вы говорили против нас. Мы все это запишем. И будем преподавать в семинариях в академиях. Осипов. Алексей Ильич. Выносите на обсуждение. Исправите это. Враги нам лучшие друзья. Да такой умница как Невзоров. Сколько бы он мог добра сделать. Такой как Мухаммад. Это мог быть один из лучших проповедников. Или пророков. А из него что сделали? А что? Ну у меня традиционная сексуальная наклонность. Поэтому я и ушел оттуда из семинария. Там не традиционная только нужная. Так это не секрет. Меня когда судили. Там был тогда дьякон в Красноярске. Сергий Бургин. Ну я кое-что претензии. Архиепископ тогда был. Потом Ставропольский. Гедеон Докукин. Я говорил. Он говорит. Ваше счастье, что Игнатий не в алтаре. Он знает только то, что там. А что вы внутри-то делаете? Последний раз, говорит, из алтаря убирали. Полтора ведра куртков только вынесли. В алтаре. И что? Открывает алтарь. А там женщина сидит на престоле. Вот так. Вот где кощунство-то. Вот где мерзость-то. Это не где-то все в патриархии. Ну и что? Да то. Пока болезнь не выявлена. Как Солженицын говорит. Себя надо похребнуть. А проскрепти несколько раз-то. И тогда, говорит, мы начнем вытаскивать бревно из своего глаза. И чтобы Невзоров все это наговорил. Все высказал. Все. И посмотреть, что он сказал. Соответствует нет. И он говорит. Православная церковь, она без этих 14 пунктов уголовного розысков. Статей. При царе была. Не могла существовать. Вот она не могла существовать. И только власть. Без власти она вообще никакая. А он говорит правду. Абсолютную правду. Ему за это надо орден какой-то там Александра Невского или выдать. Владимира там, Серафима. Какие там ордена Данила. Он говорит абсолютную правду. А уже так привыкли, чтобы ничего не принимать от него. Он может быть единственный, самый нужный сегодня обличитель. А остальные-то под халима же эти вам не... Все дворкины век вам не нужны. А вот это кощунство в том и заключается, что Дух Божий берет ослицу и через ослицу останавливает безумие пророка. Сребролюбилого. Он об этом говорит. Вот эта организация, так называемая православная церковь. Да может в этом словах и истина вся заключается. Я не взоровец. Я верующий. Я посты соблюдаю все. Верую, исповедую. Причащаюсь. Я знаю, сразу на меня сейчас ярлык наклеит. Это секта, это тоталитарная. Это управление там мозгами и прочее. Контроль сознанием. То есть безбожные разговоры. Они Бога не боятся. Кощунники. Исайя 28.22 Итак, не кощунствуйте, чтобы узы ваши не стали крепче. Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Я просто подсказываю. Меня спросили, и я никогда никому не угождал. Прежде чем это говорить, я снова помолился. И мне, вот на сердце, по моей совести, сказано было, что эти слова из Святой Библии, они действительные, они не умерли. Слово Божие живо и действенно. И оно в первую очередь касается нас, православных. А то мы, Израиль. Ну вспомните, чем Израиль закончил Россию. Но это же огрозит русскому человеку. Недавно я смотрел тут ролик, или как назвать, выступает Путин. И насколько достоверно, не знаю. Но так показано. Что там принимают решение, вроде в этом году 13 миллионов мигрантов. Им создать надо условия такие, чтобы они здесь прижились. А вот в 14-м году будет уже 18. Да это же предатель. Это такое. Это такое. А я пытаюсь с той стороны заглянуть. Собираются там саммиты разные. И вот они там говорят. Вы же думаете, что людям жить негде. Уже к 50-м годам в Индии будет больше, чем в Китае. Земли не хватает. У вас такие просторы. Жить некому. Рожать не рожает. Смертность превышает рождаемость. Пустеют города. Не говоря о селениях. Уже говорили 15. Сегодня уже чуть ли не 20 с лишним тысяч сел исчезло. Ну как? Вы по-хорошему будете людей заселять? Или в один день сейчас Китай пойдет, и страны не будет. Разбомбятся, сожгут. Я так предполагаю это. И Путин, Владимир Владимирович, он мудрый человек. Он должен это рассуждать. Я думаю так-то. И поэтому осуждать-то его не надо. Эти с юга, кавказской внешности, ну и пусть они живут-то. Потому что эта нация русская изжила себя. Я проехал до Дальнего Востока, с миссионерской поездкой были. Здесь все. Я скажу, что и дороги, и все строится уже не для нас. Русских-то нигде нету. Громадное пространство. Зачем осуждать кого-то? Кощунствовать на правильные мысли. Да что, он правильно делает? Вот и сам рассуди. Земля пустует, а земля от Бога дана. Она Богу принадлежит не людям. Прошел Хабаров, Ермах, и что теперь? На веки вечера пустовать будет? Менделеев говорил, если сейчас подсчитывает. Большевики не победили бы, то сейчас было бы 600 миллионов русских-то. Полмиллиарда людей сожрали. И все еще голосует за Зюганова. Вот тут так ощунство. Премудрость Соломона. Об этом я уже считал. И Откровение. 13.5. И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно. И даны ему власть действовать 42 месяца. Перед тем, как Антихрист воцарится и 42 месяца, вот эти уста, которые там в театрах везде говорят против что-то, где-то, как-то. Это подготовка, это процесс идет. Не в один день человек сделается таким отступником совершенным, чтобы принять начертание на чело или на правую руку. Вот мое мнение об этой акции, или как они называют. Ворвались, говорится, за чужой стол. Незваные гости хуже татарина. Люди сидели, смотрели. Представь себе. Это в любой кинотеатр можно врываться и говорить там не про Бога. Ставят такие спектакли. Почему вы решили, что Вишневый сад это безвредное? Почему вы решили, что Пиковую даму можно смотреть? А это нельзя. Так они вот показывают. Тебе-то зачем решать? Ты у себя показывай. В храме взад-перед ходят. Я как-то в Киеве стоял, там в Софийске, кажется, собор проходили. Я повернулся вот так немножко в сторону и посчитал. За короткое время 700 человек зашло, 700, и 700 вышло. Я говорю, а почему трамвайные пути прям церковь-то не завели? Чтобы люди не выходили прям на коне, въезжали же некоторые. Вот это и есть кощунство. Оглашенные изведите выполнить не могут. В большинстве, в абсолютном большинстве, в 90-м уже 9% храмов не могут. Священнику рассказываю, он говорит, так если так, по канонам, так я должен выйти. Ну и выйди. Выйди. Хоть на одного человека меньше будет грешников, которые нарушают литургию Иоанна Златову. А другие сейчас выкинули, оглашенные изведите, вообще не считают. Вот она, где мерзость запустения-то. Ты спроси людей, что они о Духе Святом знают. Что такое крещение Духом Святым? Где эта ревность по Богу? Изменилась ли жизнь? А ничего нет? Ходил, воцерковлялся, окормлялся. Какие мерзопакостные слова придумали? Есть два слова. Рождение свыше и крещение Духом Святым. Водительство Духом Божьим. Вот все. А то воцерковлялся. То есть привыкал, привыкал. И наконец стал похожим на тот образ, который дали нам в каком-то фильме. Там остров или еще что-то. Вот мое мнение. Я знаю, меня за это осуждать будут. Ну, я прошу, помолитесь. Я не хотел вас никого обидеть. Но хотел сказать, главное, кощунники и кощунца совершаются не где-то, а в православной сегодняшней церкви. Православной патриарши, московского патриархата. Которых везде называют сектой. Даже не церковью. И нам надо сделать так, чтобы переломить эту ситуацию. Показать, кто мы такие. Денно и ночно об этом молиться. Плакать. Просить у Бога милости. И стать другими. Богу нашему слава. Отцу и Сыну. И Святому Духу. И ныне и присно. И во веки веков. Аминь. Слава Иисусу Христу.